Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага. Бежала она по полю изгибами, вертикулясами такими, как поломанная. Когда, бывало, на гору влезешь вниз, посмотришь всю ее, как на ладони видать. Днем она, как зеркало, а ночью ртутью отливает. По бережку камыш стоит и в воду поглядывает. Красота. Тут камыш, там ивничок, а там вербы. Так расписывал Никифор Филимонович, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увлечением, с жаром. Его морщинистое бритое лицо и коричневая шея взрагивали и подергивались судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенное поэтическое место. Слушала его хорошенькая шестнадцатилетняя сиделица Таня. Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, она, изумляясь, бледнея и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово. Никифор Филимонович каждый вечер бывал в портерной и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство и тихую ласковость, к которой у залитов было все ее бледное, востроглазое лицо. А кого он любил, тому отдавал все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обыкновенно с самого начала, с описания природы. С природы переходил на охоту, с охоты на личность покойного барина, князя Свинцова. Знаменитый был человек, рассказывал он про князя. Славен он был не столько богатством широтой земель, сколько характером. Он был дон-жуанс. А что значит дон-жуан? Это обозначает, что он до женского пола был большой дон-жуан. Любил вашего брата. Все свое состояние провалил на женский пол до ас. А когда мы в Москве жили, у нас в гранд-отеле почти весь верхний этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Тусик большие связи имели и детятю прижили. Баронесса эта самая в одну ночь все свое состояние в что спроиграла. Руки на себя наложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая. Год с ним попуталась и померла. А как женщины его любили, Танечка? Как любили, жить без него не могли. Он красив был? Какой? Старый был некрасивый. Вот вы бы, Танечка, ему понравились. Он любил таких худеньких, бледненьких. Вы не конфузитесь, чего конфузиться-то. Не врал я во веки веков. Теперь не врусь. Потом Никифор Филимонович принимался за описание экипажей, лошадей, нарядов. Во всем этом он знал толк. Потом начинал перечислять вина. А есть такие вина, что четвертную за бутылку стоит. Выпьешь рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер. Тане более всего нравилось описание тихих лунных ночей. Летом шумная оргия в зелени, среди цветов, а зимой в санях с теплой полостью. В санях, которые летят, как молния. Летят санки, совам кажется, что луна бежит. Чуднос. Долго рассказывал таким образом Никифор Филимонович. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску. В один зимний вечер Никифор Филимонович лежал пьяный под забором и простудился. Его свезли в больницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не нашел в портерной своей слушательнице. Она исчезла. Через полтора года шел Никифор Филимонович в Москве, по Тверской. Продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре. Чему-то громко хохотала. Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял шапку. По его лицу пробежало умиление. На глазах сверкнула слезинка. «Ну, дай бог», — ей прошептал он. «Она хорошая». И, надевши шапку, он тихо засмеялся.